Из первых уст «Портрет герою. Я знаю, кто я» — это название проектов, которые добровольческие организации Рязани отправили на всероссийский конкурс «Хочу творить добро». Каждая идея разрабатывалась долгое время, и в них было вложено немало сил. Одни затрагивают острые темы, а другие призваны помочь людям или ответить им на интересующие их вопросы. Екатерина Жерихова — доброволец волонтеров Победы. Это большой всероссийский отряд, который в одной только Рязани насчитывает полторы тысячи добровольцев. На конкурс «Хочу творить добро» от организации направлено два проекта — комплекс просветительских мероприятий «Привет из СССР» и «Портрет герою». Мой проект называется «Портрет герою», который включает в себя, прежде всего, задачу сохранения исторической памяти нашего региона в годы Великой Отечественной войны. Так как с нами живут ветераны рядом, но иногда мы не знаем о их судьбах, о них самих и какой вклад они внесли. В то же время они являются настоящими героями, которые защитили страну и нас. Рязанские художники будут встречаться с ветеранами Великой Отечественной войны и узнавать их историю. А после они напишут портрет с фотографией или натуры. Планируется провести несколько выставок на разных площадках города. Второй проект — это комплекс просветительских мероприятий. Он, прежде всего, связан с историей. И так как возникает противоречие с культурой, с историческими точностями СССР, то волонтер нашего движения решил организовать этот проект, который связан с мероприятиями, где будут обсуждаться, проводиться тренинги, квесты, связанные с историей СССР. Проект патриотической направленности был отправлен на конкурс и добровольцами звездного отряда. Ребята не первый год выезжают в муниципалитеты Рязанской области, где навещают ветеранов и помогают им. Добровольцы также устраивают концерты для местного населения, общаются с детьми и проводят мастер-классы. Проект звездного отряда называется «Из первых уст» и посвящен ветеранам Великой Отечественной войны. Цель нашего проекта — это создать, собственно, сайт, на котором будет содержаться информация, краткая биография. Все это будет подкреплено какими-то медиафайлами, то есть фото, видео и так далее. При этом, на самом деле, есть сайты, но информация либо неполная, либо неточная. В чем особенность нашего сайта будет, то, что там будет доступна авторизация только для командиров и комиссаров звездных отрядов. Педагогический отряд под названием «Синяя птица» отправил на всероссийский конкурс два проекта современной направленности. Первый носит название «Я знаю, кто я». Суть его заключается в том, что ребята разрабатывают комплекс экскурсий, различных бесед, тренингов с детьми из школ и интернатов, из детских домов. Они планируют вывозить ребят из детских домов на производство напрямую, на заводы, на рязанские, допустим, на предприятия. Проект коснется и детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам волонтеров, это интересно и ребятам, и работодателям, ведь по закону на предприятии должны работать и маломобильные граждане. Второй проект отряда «Синяя птица» направлен на создание единого обучающего ресурса для педагогов и вожатых. Планируется создать канал в интернете, на который будут выкладывать короткие и познавательные видеоуроки. «Очень здорово, что и президент обратил внимание на такое направление, как волонтерство и добровольчество. И в нашем регионе нас очень хорошо поддерживает Министерство образования и молодежной политики, то есть дает развиваться, дает возможность участвовать в таких конкурсах, выигрывать гранты и находить что-то новое для себя». Это далеко не все проекты, которые рязанские добровольческие организации отправили на всероссийский конкурс. В последующих выпусках мы постараемся рассказать о каждом более подробно. А пока остается пожелать ребятам удачи в этом нелегком, но безусловно добром деле. Валерий Седов, Роман Вихров. Телекомпания. Город.